Добрый день, друзья! Знаете, куда мы сейчас с вами пойдем? На стрит-стайл Dior, потому что сегодня у нас показ Dior. Я сегодня утром думала, в чем пойти, и листала предыдущие стрит-стайлы Dior, чтобы вдохновиться. В итоге я нашла себе такой классный референс и составила образ. Сейчас я вам прикреплю отсылку. У меня получился такой просто классический силуэт Dior, когда расклешенная юбка, приталенный жакет, такие какие-то женственные формы. И чтобы как раз сбавить градус ее женственности, потому что такая длинная юбка, конечно, она максимально женственная, я вниз надела свои казаки. Мне еще суперудобно. И плюс ко всему у меня жакет Валентина, такой по фигуре. И мой любимый винтажный платок в такой стилистике Dior. Мне очень понравилось, как это все сочетается вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотела сделать вам небольшой апдейт по стрит-стайлу. Если честно, я не хочу ворчать, но все-таки поделиться своими впечатлениями хочется. У меня было ощущение, что в этом году стрит-стайл был менее интересный, чем он был, например, в предыдущие два года. С Софи мы пришли заранее. Это прям очень здорово приходить заранее, потому что ближе к времени самого показа начинается такая суматоха. Просто фотографы могут тебя запросто снести, потому что, естественно, это их хлеб. Они зарабатывают со снимков знаменитостей. Поэтому в этом плане прям нужно очень аккуратно ходить. Что касается меня, то меня, кстати, поснимали. Прям мы как только туда зашли, прям двое фотографов заходили меня сфотографировать. Софи тоже фотографировали. Это всегда очень приятно. И некоторые люди на стрит-стайл, я знаю, что приходят, знаете, во имя славы показать себя. И когда их мало кто фотографирует, они печалятся. Но я себя запрограммировала уже который год так, что я прихожу на стрит-стайл не то, чтобы первостепенно себя показать. Для меня это очень классный контент. Для меня это именно источник вдохновения. И когда я ничего не ожидаю от того, будут меня фотографировать, обратят ли на меня внимание, познакомятся со мной кто-то или нет. Мне прямо так хорошо находиться в этом месте. Хотя я знаю, что некоторым людям прям это довольно стрессово. То есть, да, куча людей тебя оценивают. И ты хочешь получить какое-то одобрение. И там люди такие, что знаете, очень эпатирующие иногда. Мне это не особо важно. То есть для меня первостепенно это прямо контент. То есть я сам человек с камерой хожу и других фотографирую. И прям видно, насколько людям приятно, когда их фотографируют, снимают, обращают на них внимание. Многие говорят комплименты. Это просто действительно классная атмосфера. И все зависит опять от того, как вы к этому относитесь. То есть если бы я печалилась, что вот меня не приглашают на показ Диор. Вот меня мало снимают фотографы, все так плохо. Даже если сравнивать многих знаменитостей, которые выглядят вот честно, объективно, не так, например, шикарно, как некоторые просто люди-модники, которые пришли на стрит-стайл. Но, естественно, этим звездам, актерам, актрисам внимания в тысячи раз больше. Потому что они заслужили, собственно, свою популярность не столько одеждой, сколько своей деятельностью. В общем, я надеюсь, ясно я свою мысль донесла. В общем, я сейчас пойду, наверное, возьму себе матча. Тут недалеко моя любимая кафе Нуар. Софью уже убежала. Я сейчас пойду немного прогуляюсь, а потом спрямусь за монтаж. КОНЕЦ КОНЕЦ Знаете, когда возвращаешься со стрит-стайла, ну или с показов, в голове просто масса идей, как сочетать вещи, какие-то новые комбинации из имеющихся вещей, которые ты не придумывал, но которые тебе вообще подсказал совершенно незнакомый человек, на которого ты просто внимательно посмотрел. Потому что я, например, использую стрит-стайл и показы именно как такой инструмент, чтобы вдохновляться самой, чтобы смотреть так, кто как что считает. Причем есть люди, которые не только эпатажно одеваются, но и вполне себе носибельно и на повседневную основу сочетания также используют. Поэтому я просто всегда очень внимательно на них смотрю. КОНЕЦ КОНЕЦ Рецепт, который я показала, просто я вам правда очень советую его попробовать. даже тем людям, которые не особо любят грибы. Вот я, например, такой человек, я обожала грибы собирать, но я не скажу, что я просто без ума от них именно в рецептах. Но какое-то минимальное количество грибов я все равно использую, особенно осенью, когда это пора лисичек, например, или белых грибов. Просто как же мне нравится. Готовить с ними разные сливочные соусы с петрушкой. И, например, лисички, которые завозят у нас в Париж, это, представляете, лисички из России. Вот так вот. А если у вас есть возможность самим собирать грибы, ездить в лес, мне кажется, это настолько классно и настолько интересно. Но если вы только точно уверены, что это не ядовитые грибы, если вы разбираетесь в том, что можно собирать и есть, что не стоит. В общем, рецептом я очень-очень довольна. Я его детальную расшифровку оставлю у себя на бусте. Сейчас скажу, что мы с вами опять отправимся в Лувр. Но не так, что я сейчас выйду туда и пойду опять в эту толпу. Однако я решила разделить отснятый материал на две части. Поэтому в прошлом видео я оставила маленький кусочек Лувра. В этом видео оставлю другой кусочек Лувра, который будет даже чуть больше. Потому что я была во французских залах. На самом деле не в таком распространенном месте для туристов. Где было очень тихо, где сидели люди и срисовывали знаменитые картины. В общем, правда, настроение, чтобы вдохновиться картинами, а не бежать сквозь толпу, схватаясь за свою сумку, боясь, что тебя сейчас с лестницы кто-нибудь столкнет. В общем, да. Лувр это такое дело. Там очень сильно было шумно, очень много людей. Но я поняла на своем опыте, лучше туда идти ближе к вечеру. Лучше ноктюрны, но ни в коем случае не днем. В общем, оставляю вас с кадрами из Лувра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наконец-то. Это стенд Делакруа и его знаменитая сирота на кладбище. Так здорово, что люди здесь вот так тренируются, пишут, разговаривают друг с другом. Я бы хотела сказать, что в коллекции Лувра сейчас находятся полотна, которые выполнены до 1890 года. А работы, которые уже после этого времени были написаны, они перемещены в Руссо. Еще мне всегда умиляет, как раньше писали котов и домашних животных, собак, кстати, писали практически всегда отлично и замечательно. Но вот с котами я уже который раз замечаю вот такие вот интересные экземпляры. А это, например, между прочим, Теодор Жирико. Этот портрет молодой, он, вернее, был написан в 1818 году. И это тот самый Жирико, который написал плод Медузы, до которого, я надеюсь, мы дойдем. И вот, собственно, тот же Теодор Жирико, плод Медузы, но, конечно, это не то величественное полотно, которое было выставлено в салоне, на выставке салона в 1812 году. Это первый эскиз к этой работе, и он был выполнен в 1818 году. И, кстати, я не уверена, что, когда мы с вами дойдем до вот этой оригинальной гигантской работы, которой все восхищаются, у меня будет возможность вам что-то рассказать. Потому что, наверное, она будет пользоваться популярностью, и людей там будет много. В общем, эту картину раскритиковали, знаете, за что? За очень такую неочевидную вещь. Это за то, что люди, которые находились на плоту несколько дней в открытом море без воды и еды, они очень мускулистые. То есть, такое несоответствие действительности было, что люди, которые просто на грани гибели, они в очень хорошей форме, так сказать. Конечно, экспрессия и вот эта геометрия полотна, она всех заставляет восхищаться Теодором Жирико. У меня в том числе очень драматичная и такая мрачноватая работа, с учетом того, что я, например, всегда обращаю внимание на море вокруг. Сейчас мы уже с вами в зале Жирико. Посмотрите, это тоже его работа, его полотно. Голова лошади. Насколько же он невероятно прописывает глаза. Вообще, из Лувра сделал музей. Наполеон Первый. При его как раз правлении был открыт Лувр в качестве музея. Но еще во время правления Людовика XIV его, собственно, верные люди предлагали ему такой вариант. Потому что как раз Людовик XIV основную свою резиденцию переносит из дворца Лувра в Версаль. Уже на тот момент в королевской коллекции рассчитывалось приличное большое количество экспонатов, картин, скульптуры, объектов из разных культур и стран. Потому что Лувра на самом деле охватывает просто колоссальное количество и географии, и культур. Здесь есть вам зал Древнего Египта, Древнего Рима, Древней Греции, полотна французские, конечно же, голландские мастера. В общем, тут действительно обширная география. Но музей открывается лишь при Первой империи. Собственно, он именовался тогда даже музеем Наполеона. Это было в 1793 году, уже после революции. И музей постоянно пополнялся, во-первых, еще и за счет наполеоновских воин. Да, были привезены трофеи. Большое их количество, конечно, было возвращено потом на родину. Но все же интересно, что некоторые работы все-таки остались с того момента здесь. Особенно было очень много работ после разграбления Венеции. Но был интересный случай, связанный как раз с Венерой Милоской. Потому что до того, как награбленные предметы искусства, награбленные хорошо, трофеи после наполеоновских войн были возвращены, в том числе и Лаукон, который был возвращен в Ватикан. После этого, значит, французское правительство на тот момент принимает решение всячески пропагандировать оставшуюся реликвию. Собственно, периоды античности, одну из самых изначимых, это Венеру Милоску. И, знаете, художники все как один восхваляют ее, говорят, что вот это высшее проявление женской красоты, какая она невероятно красивая. Хотя там, конечно, есть большие вопросы к пропорциям, особенно с определенных ракурсов, которые показывают некоторые нюансы этой скульптуры. Но отличался от тех художников, которые, как бы, Венеру прославляли, наш знакомый Ренуар, он писал, что это просто жандарм. Она действительно очень большая, ее высота больше человеческого роста, это 202 сантиметра. Простите, что я сейчас, конечно, рассказываю вам это все, не находясь рядом, собственно, с Венерой Милоской, но вы поняли, которые, я надеюсь, видели, хотя я не знаю, в какой момент я вставлю эти кадры на монтаже, но там было столько людей, что просто находиться рядом было абсолютно не пофортно, не говоря уже о том, чтобы вам что-то рассказать. Сбылась моя маленькая мечта, когда я просто нахожусь практически одна в этих залах. Я понимаю, что я, наверное, вас уже достала со своим нытьем интроверта, но правда, когда хочешь посмотреть такие произведения искусства, вот поверьте, не до того, чтобы думать, кто тебя толкнул, кто сейчас вытащит твой телефон, вообще чихнул, тебе кто-то в лицо, кто-то кричит. В общем, правда, очень некомфортно было поначалу, но зато сейчас, когда находишься рядом с такими произведениями, просто, я не знаю, у меня слов не хватает, как вы понимаете, но сейчас я как раз раздумывала по поводу того, насколько произведения некоторые действительно, грубо говоря, распиарены, и это делается тоже не только от того, что предмет представляет собой художественное, историческое, культурное значение, но и от того, что месту, которое выставляет этот предмет, очень важно, чтобы люди шли и на него смотрели. Вот, как, например, с Венерой Милоской, видите, сначала ее вообще даже никто не выставлял. Она лежала, наверное, года два, по-моему, где-то в запасниках, еще в дворце Чижик, когда он существовал, а Людовик XVIII, по-моему, если я не ошибаюсь, когда ему привезли эту статую со встроенной ос, собственно, он даже не посмотрел на нее, и вообще возникал большой вопрос, нужно ли эту статую покупать, тем более французский посол, который был как раз ответственен за то, покупать эту статую или нет. Вообще высказывал большие сомнения, потому что на тот момент он говорил, вот такая себе неказистая статуя, тем более еще и на две части расколотая, с отсутствующими руками и деталями. Видите, время прошло, и сколько сейчас людей хотят посмотреть Венеру Миловскую, явно больше, чем то количество людей, которые присутствуют в этом крыле. Это крыло, кстати, Сювелья, я вам не сказала. Закончу свою мысль, что на некоторые работы можно с таким же не меньшим восхищением смотреть, как и на известные, скажем так, раскрученные экземпляры. И некоторые работы, поскольку они немного нам приелись, потому что они представлены как бы в современной культуре, в каких-то новых интерпретациях, та же самая Монализа, они воспринимаются нами уже, мне кажется, очень так замыто и с большой-большой предвзятостью. В то время как некоторые другие работы, которые нас могут просто радовать своим сюжетом, своим исполнением, просто эмоциями, которые они у вас вызвали, мне кажется, они достойны столько же, такого же количества внимания, как и такие предметы, ради которых большинство людей и идут в музеи. Хотя мне кажется, мое мнение никому-никому не навязанное, что в музее нужно идти за впечатлениями, за новыми знаниями какими-то, которые могут вам дать также другие картины, может быть, неизвестных художников, которые вы как раз для себя откроете в тот или иной визит. Хотела показать вам этот зал просто с монументальнейшими работами. Там идут люди, можете сравнить масштаб. Здесь представлен резерв рамок, точнее даже рам, потому что в Лувре их насчитывается около трех тысяч. Все они были либо приобретены, либо подарены щедрыми не меценатами, а в общем донатами, наверное, это так можно сказать. И эта коллекция считается просто невероятно бесценной, потому что в ней представлены абсолютно разные европейские школы, итальянская, голландская, французская, конечно же. И тут можно же просто походить, посмотреть. Кстати, работы, которые должны были быть на некоторых табличках, здесь выставляются такие, знаете, фотографии, чтобы можно было понимать, что здесь было. Они, конечно, сейчас находятся на реставрации. Добрый день, друзья! Несмотря на то, что я опаздываю, я решила найти немножко времени, чтобы рассказать вам, куда мы с вами сейчас идем. Мы идем на вернисаж к Эльвине Белуар, потому что у нее сейчас проходит поп-ап в галерее Вивьен, прямо напротив Пале Рояль, поэтому мне просто не терпится, чтобы увидеть саму Эльвину, ее роскошную коллекцию и ее гостей. Самое главное сейчас не опоздать, потому что на вернисаж мы идем с Аней, и, собственно, мы сейчас с ней встречаемся, поэтому мне надо бежать, а с вами увидимся чуть позже. Посмотрите, как классно выглядит поп-ап Эльвины Белуар в галерее Вивьен. Мне очень нравятся вот эти манекени. Привет! Так классно, стильно смотрятся. В общем, давайте пройдем и посмотрим, что там. Субтитры сделал DimaTorzok Мне кажется, у меня редко, когда стол выглядит подобным образом, потому что я стараюсь все-таки держать его в чистоте, и чтобы на нем не было ничего лишнего, кроме моих рабочих инструментов. Сегодня у меня тут много чего есть. В общем, у меня был английский с утра, там мои тетрадки, я теперь ставлю два часа английского по пятницам. Мне это очень-очень нравится, бодрит и мотивирует. Книги, которые я читаю или уже дочитываю, у меня осталось буквально одна-две страницы выгона, я что-то притормозила с ним, потому что начала читать тело каждого, книга о свободе. Я, наверное, составлю вам подробный отчет о книгах, чтобы сейчас не занимать время, и тем более мне все равно осталось кое-что дочитать. И какое же счастье читать Франсуазу Саган. Просто посмотрите, какой миниатюрный формат. Кстати, многие писали, почему я ее взяла на русском, почему же я не читаю Франсуазу Саган на французском. Просто на сайте, где я заказывала книги, она мне попалась под руку, и я поняла, что вот такой формат будет идеально носить с собой в сумку, ну и почему бы нет, если можно заказать со всеми книгами, у меня и так там набиралось довольно их приличное количество с бесплатной доставкой, а сейчас я пока вышла за своим чаем, на этот раз взяла чай Таро, пока ждала, читала, через месяц, через год. А сейчас буду делать одно из своих самых любимых занятий, это писать посты на Бусти, потому что, как вы знаете, друзья, я туда выкладываю самый эксклюзивный контент, то есть до того, как выложить что-то в Инстаграм или на Ютуб вообще, я делюсь этим прежде всего на Бусти, то есть здесь мои личные посты с размышлениями, с выводами за неделю, кстати говоря, рассказывала вам, что у меня произошло, что не вошло в видео, делюсь, почему это важно, делаю какие-то резюме, еще у меня на Бусти в личных постах просто огромное количество классных фотографий в высоком разрешении, я их делаю на свою камеру, так что их можно запросто разбирать на заставке, конечно, у меня здесь музыка из видео, те музыкальные подборки, которые звучали в моих роликах, их можно скачать, и, конечно же, секреты обработки моих фотографий, я вам рассказываю, какие хитрости я использую, как я делаю фотографии одна, причем дома, какие интересные референсы можно найти, на Пинтерест, вообще, какие фильтры я использую, и много-много чего интересного здесь есть, и, конечно же, рецепты с расшифровкой, собственно, сегодняшний рецепт будет также на Бусти, ну, и, кстати говоря, стоимость подписки на Бусти очень лояльная, 80 рублей в месяц стоит доступ ко всей моей музыке, и, например, 170 рублей в месяц стоит доступ к моим личным постам со всеми фотографиями, выводами по неделе, какими-то полезными заметками, и, в общем, со всем-со всем доступом к другим постам, которые я писала начиная с декабря. Так что буду рада, если кто-то из вас, друзья, решит поддержать канал, я ссылку на Бусти оставлю внизу под видео, и, конечно, я очень благодарна всем, кто уже поддерживает канал, знаете, просто для меня это очень много значит. У меня сегодня было какое-то слегка сумасшедшее утро с перепадами настроения, у меня такое бывает, я стараюсь держать себя, знаете, в ежовых рукавицах, мне это очень сильно помогает, знаю, что этот метод не для всех, но просто, вот я встала сегодня, я думаю, вот что, что я делаю, как я устала, вообще ничего не охота делать, и это вообще это странные моменты, когда у меня потрясающая статистика на видео, например, меня иногда опускает на самое эмоциональное дно, когда я вижу, что, например, статистика социальных сетей мне говорит, а я, я, Мария, ты плохо стараешься, тебя, значит, не так хорошо смотрят, кликают на заставки не так часто, и комментарии пишут не так охотно, и, в общем, представьте, цифры, дурацкие цифры могут, ну, так вот слегка испортить мне настроение, причем иногда бывают моменты, когда у меня плохая статистика, но при этом какой-то заряд, не знаю, энергии, каких-то идей, просто мне вообще не важно, что, кто смотрит, что, кто пишет хорошие комментарии, плохие, я просто беру, делаю, что-то снимаю, вот, знаете, в своем каком-то куполе, что ли, делаю себе настроение, и вообще меня все устраивает, сегодня ситуация просто противоположная, все было классно, вот, расписание у меня досконально продумано, статистика просто меня хвалит, комментарии тоже очень-очень радуют, и вообще все не то, и все не так, я думаю, так, что такое, знаете, в чем оказалась, наверное, причина, скорее всего, это то, что я сегодня первую половину дня провела дома, и я уже настолько, видимо, от этого отвыкла, потому что у меня день начинается с того, что я быстрее карашусь, заряжаюсь от своей батарейки, просто пулей вылетаю из дома, потому что у меня встречи, съемки, проекты и так далее, а я сегодня сделала свое расписание днем так, что я первую половину дня работала из дома, отвечала на свои письма, разбирала запросы по агентству, контент, план, тратата, в общем, все как стандарты, что обычно я делаю вечером, и я не знаю, почему у меня организм среагировал вот таким меланхоличным поводом, что где-то вот так, все плохо, как мне себя мотивировать, и не то, чтобы мотивировать, знаете, я не могу сказать, я вообще никогда не делала так, что, например, у меня плохое настроение, вот что-то не хочется делать, и я ложусь на кровать, на диван, включаю какой-нибудь сериал, и все, вот в моем случае меня это засосет еще большую трясину плохого настроения, апатии, потом я вообще просто, мне кажется, от этого дивана не встану, вот я себя знаю, поэтому я просто вот в каком-никаком состоянии зомби передвигаюсь от одного мыла к другому, от одной съемки дома даже к другой, и пытаюсь с этим как-то разобраться, мне не нравится вот эта дурацкая торчащая прядь, поэтому простите мне мой тик нервный, как обычно. В общем, я теперь буду делать разумно и ставить съемки на первую половину дня, чтобы я была спокойна, бодра и радостна, хотя мне сегодня пришло такое, такое классное предложение по поводу проекта одного рекламного, просто от бренда, о котором я и мечтать не могла, в общем, я так рада, я очень надеюсь, что это дело выгорит, пока, к сожалению, не могу дать вам подробности, но просто, просто утро мое сразу посветлело, по, как это сказать, взошло солнце над моим утром сегодня, когда я получила этот мейл с таким предложением. В общем, сейчас я сделаю хорошее дело, я наконец-то выйду из дома, потому что мне просто уже не терпится что-то снять на улице, мне нужно будет отправить пару посылок, отправить мои письма в организации по работе, и мне нужно будет еще, если все будет хорошо, и я успею зайти за чаем, потому что я никак не могу дойти до чая, я пью свой чай, от которого у меня, если честно, уже плохо, у меня единственный чай дома с розой, поэтому я хочу взять какой-нибудь гречишный чай, что-то менее приторно-сладкое, и, возможно, возьму себе еще мачо, хотя, мне кажется, уже почти половина четвертого, для меня это немного поздновато, потому что мачо на меня действует очень-очень-очень бодряще, и я заметила, что если я ее пью после четырех часов, вот тогда я уже могу испытывать некие проблемы со сном, чтобы уснуть в половину двенадцатого, как я это привыкла делать. Сейчас вам быстро покажу, в чем я иду, мою повседневную униформу, из интересного сочетания вещей, которые, до которых я почему-то не могла раньше додуматься. В общем, друзья, представляю свой супер-кажел вариант, когда мне лень, но при этом охота добавить что-то такого интересного. Моя футболка от Marche Noir, жду не дождусь, когда они запустят сайт своего бренда, потому что я ее нашла в Marais, в очень маленьком бутике, но очень довольна качеством этой вещи, ее таким ненавязчивым логотипом, и, главное, фасоном. Здесь моя... Господи, хотела сказать, юбка. Причем здесь юбка? Сумка от Iconica. Я так полюбила структурированные сумки, вы не поверите. Я ее, наверное, ношу последний месяц точно. Никак не могу... Никак не могу перейти на свои другие сумки, и сейчас хочется еще найти какую-то структурную сумку, но побольше, чтобы в нее как раз влезала своя камера, потому что, представляете, насколько я теперь полюбила эту сумку, что я готова даже носить с собой шоппер. Вот так. Внизу, сейчас, кстати, перейдем на другое зеркало, я покажу вам мою находку, потому что к брюкам фасона сигареты я не обращалась, мне кажется, никогда. Но насколько же было мое удивление, что брюки мне эти так пошли, что теперь мне хочется, как и с сумкой, теперь весь гардероб составить только из таких брюк-сигарет. А брюки мои я вам покажу в этом зеркале. Я нашла идеальный вариант для того, чтобы носить бежевую одежду, потому что бежевый я теперь ношу внизу, используя его в своих брюках, юбках и так далее. Да, мой неизменный ремень, я знаю, что он вас достал, но меня до сих пор почему-то нет. Брюки в таком серо-бежевом цвете и казаки. Мне кажется, я сейчас чаще буду себе покупать сапоги и казаки, потому что как раз нашла идеальный вариант брюк, которые с легкостью заправляются в такую обувь, не торчат и в них просто максимально комфортно. Ура! Просто посмотрите на эту сонную булочку. Пирожок как-то спит так, мне он напоминает какой-то кренделек. И при этом он знает, что я говорю про него и он всегда вот так как-то переворачивается и реагирует. Я не знаю, чем это объяснить. В общем, видимо, кот понимает, когда его снимают. сейчас медленный план на цветы, которым, знаете, сколько времени уже? Ну, как времени, сколько они стоят у нас? Неделю практически. Я к своему стыду признаюсь, что я даже воду не меняла, представляете? Некоторые писали, что эта ваза смотрится странно, что она слишком много внимания отбирает от цветов. Я с вами соглашусь отчасти, но прелесть этой вазы состоит в том, что в ней очень много воды и цветам просто максимально комфортно. И, кстати, большое спасибо за совет укоренить вот этот лавровый лист, который входит в мой букет, чтобы он потом, возможно, вырос в лавровое дерево. Кто знает. Финальная вещь перед тем, как выйти из дома. Террони, не думайте, что я уже так щедро поливаю себя этим супер ярким, мощным ароматом, потому что я купила его всего неделю назад. Я просто его перелила в небольшой флакон, который я ношу с собой в сумке, чтобы этот аромат обновлять, потому что даже на мне, даже Террони, он все равно выветривается. Все равно есть у него такое свойство. И, кстати, я вам тогда, наверное, неправильно выразилась, что сказала, что бутылочка конячного цвета, но на самом деле это жидкость такого конячного цвета, которая на коже потом становится бесцветной. Так что пару пшиков и отправимся по делам. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я хотела вам предложить одну тему для размышления. В частности, тема внешнего вида, стиля и то, кто как выглядит, насколько у людей есть право так выглядеть. Потому что здорово, когда, конечно, человек выбирает такой базовый, классический, понятный стиль, сочетая довольно нейтральные вещи, которые безошибочно между собой будут миксоваться и всех устроят. Но также, с другой стороны, очень классно, когда люди умеют работать с определенной вещевой стилистикой, сочетать разные образы, использовать эклектику и так далее. Потому что сейчас, мне кажется, настолько огромное количество и коров, и направлений в моде, и барби-кор, и балет-кор, и эстетика 90-х, гранж-стиль, прэпи-стиль, что еще, конечно, эстетика олд-мани и тихая роскошь, куда же мы без нее. Что каждый человек сам выбирает вообще, какой стиль ему ближе. Все это миксуется, пробуется. И это здорово, что сейчас мода абсолютно не консервативна. И насколько же было мое удивление, прям вот искренне, когда я получила от, ну, прям, несколько людей было в лоб, я от них получила за то, что я надела розовые носки. И в образе, который я вам представляла тоже на видео, с моим жакетом серым, твидовой юбкой, туфельками и розовыми носками, которые, как оказалось, людям, некоторым не дают спать спокойно. Оказалось бы, образ абсолютно понятный и простой. У меня даже не возникало никаких сомнений, что это избитое, почти избитое сочетание, потому что я тоже не изобретала велосипед, я вдохновилась сочетанием на подиумах Миу-Миу и Прада. Такие образы там присутствовали. И мне сказали эти люди, чуть ли не знаете, на грани. Вот с нецензурной лексикой там было столько агрессии в некоторых комментариях, что вообще какой ты правый, Миш, так одеться. Кто тебе дал право сочетать эти носки с обувью? Это просто нелепица, безвкусица, полный провал, кошмар, катастрофа. Я, конечно, абсолютно нормально принимаю комментарии, которые мне говорили, что я не понимаю этот образ, мне не нравится, это не мое, но как бы право за вами. Это совершенно окей, потому что мода – это настолько субъективная субстанция, что людям, некоторым что-то нравится, что-то нет. Кому-то идут определенные стилистические вещевые сочетания, а кому-то из людей это искренне не нравится, и он думает, что это просто кошмар. Мне кажется, все это имеет место быть, если человек сам выбирает, как ему одеваться, как выглядеть. Я, например, в своей голове даже не представляю такой ситуации, чтобы, например, я на улице подошла к кому-то и сказала, знаете, мне не нравится, как вы выглядите, вот ужасный у вас вкус, теперь живите с этим. Ну, кому от этого станет легче? Согласитесь, ведь человек, который выбрал тот или иной комплект, сделал прическу и макияж, наверное, он видел себя в зеркале. Наверное, это был осознанный выбор, и почему-то сегодня он выглядит так. Когда мы навязываем свое такое агрессивное мнение и пытаемся сделать, знаете, добрый совет, переодев человека, заставив его, опять же, например, надеть платье в цветочек, потому что вам очень-очень нравится платье в цветочек, но никто не обязан выглядеть так, как, например, мы хотим, чтобы все выглядели. И это, мне кажется, абсолютно нормально, потому что человек, когда сам себя одевает, он показывает, ну, какое у него сегодня настроение. Вот, например, кто-то надел розовые носки с балетками, вышел радостный, а вот тут кто-то ему сказал, это вообще кошмар, вы в своем уме так одеваться. Ну, настроение, наверное, у человека испортится. Мы живем так, что мы каждый день, мне кажется, можем сделать себя чуть счастливее, взяв, например, не знаю, леопардовую сумку, или найдя брюки, которые вы не видели 10 лет у себя в гардеробе, но у которых приобрели новое звучание, интерес для вас, например, с каким-нибудь необычным свитером цвета сливы или морковки. У меня сегодня просто обычное настроение. В общем, каждый, мне кажется, вправе выбирать свой образ и свой стиль, потому что человек, который критикует, как вы выглядите, по моему мнению, больше дискредитирует сам себя, потому что сейчас огромное количество стилей, и мода абсолютно неконсервативна, и люди вправе одеваться в ретро-стиле, в стиле гранж, в общем, в каком угодно стиле, главное, чтобы они чувствовали себя в своей тарелке. И у меня, например, подруги, мое окружение, они никогда не станут критиковать мой стиль, и, конечно, тут грань такая, что если вас кто-то спросит, что вот, как я выгляжу, у меня есть сомнения, убрать этот ремень, добавить ожерелье, не знаю, выкинуть эти носки и так далее, вот тогда, мне кажется, можно вполне себе вежливо, может быть, даже аргументированно сказать, что вы думаете по этому поводу. Но если человек действительно счастлив в своей одежде, то оставьте его счастливым в своей одежде. Мне будет очень интересно, друзья, почитать ваше мнение, были ли у вас ситуации, когда вас критиковали за внешний вид, за одежду, за макияж вашей близкой, подруге или просто окружающей вообще. Сталкивались ли вы с такими ситуациями? У меня такого не было никогда, ну вот за исключением интернета. И причем в Инстаграме даже никогда мне не писали практически про то, вообще, как я неумело сочетаю вещи. Вот это чаще всего на Ютубе почему-то пишут, потому что я даже, когда вставляла свой образ со стрит-стайла Диор в Инстаграме, я была морально готова, что он многим не понравится, и как бы это тоже совершенно нормально. Главное, без агрессии и без таких слишком агрессивных нападок в мой адрес. Но, представляете, нет, образ Диор почему-то всем был нормально. Видимо, потому что там не было носков. Это был абсолютно понятный силуэт классического образа Диор, но при этом тоже, да, с интересными текстурами. Хотя, конечно, если сравнивать других людей на стрит-стайле в Диор, то, конечно, у меня был очень такой спокойный, понятный, приглушенный образ. В общем, пишите, друзья, будет очень интересно почитать ваше мнение и были ли у вас такие ситуации или нет. Друзья, если вы хотите со мной не расставаться на сегодня, по крайней мере, то могу предложить вам присоединиться ко мне в Инстаграме, где совсем немного не хватает, до 50 тысяч подписчиков, потому что в Инстаграме я делюсь с вами вдохновением для того, чтобы замечать мелочи повседневности. Делюсь также интересными стилистическими сочетаниями одежды, просто пытаюсь выставлять тот визуал, который будет для вас таким неким мудбордом, пинтерестом из Парижа. И, конечно, буду очень рада, если кто-то из вас решит поддержать канал на Бусти, почитать мои личные посты там. Я, кстати, в разделе «Личное» выложила свои первые видео, которые сейчас на канале скрыты, собственно, чтобы показать эволюцию, как вообще я держалась перед камерой, какие нелепые планы там были, но при этом уже присутствовала парижская атмосфера и эстетика. В общем, буду очень рада, если кто-то из вас решит присоединиться. Там разные уровни подписки от 80 рублей в месяц со всем доступом к постам, которые я пишу регулярно, по крайней мере, один раз в неделю. И, конечно, если вам ближе формат телеграм-канала, то он у меня тоже есть с еженедельными постами и фотоотчетом, и моими небольшими заметками. И, пожалуйста, друзья, не забудьте проверить подписку на этот канал, ну или просто подписаться, потому что уже несколько людей говорили мне, что YouTube, к сожалению, по непонятным причинам, стал отписывать людей от каналов. Если вы смотрите мое видео или оно попалось вам в рекомендации, чтобы вы не потеряли меня, а я не потеряла вас, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это маленькое действие займет у вас несколько, буквально долю секунды. меня сделает еще более счастливой. Я вас крепко обнимаю. Огромное спасибо, что вы были со мной. И совсем скоро увидимся.